В Нижнем Тагиле прошел легкоатлетический кросс с участием сотрудников силовых структур, полицейских, ОМОНа, Росгвардии, ГУФСИН, Минобороны. Спортивный праздник стал уже доброй традицией и проводится в преддверии Дня города. В этом году рекордное количество участников – 98 человек, это 7 команд. Участники пробежали 10-километровый кросс по полю и лесной полосе. Победителей определяли в личном и командном зачете. У нас есть женская категория, у нас есть личный зачет и есть командный зачет. То есть по результатам команды первые пять лучших результатов зайдут в зачет и тогда команда займет призовое место. В личном первенстве первое место занял Николай Аптулов из команды тагильских полицейских. Трасса очень хорошая, рабочая. Отдыхать практически некогда. Все время бежишь, смотришь, контролируешь соперников, темп свой, чтобы не устать, сильно не убежать и так далее. Чтобы как бы хватило дыхания и сил добежать. Настоящей героиней забега стала Любовь Новгородцева, тоже из команды полиции Нижнего Тагила. Правда, к финишу пришла второй. Не скажу, что именно приятно вгонять мужчин. Просто приятно бежать и понимать, что можешь набегать на финиш, есть силы работать, что в хорошей форме. Что вот это приятно понимать. Награждали спортсменов почетные гости. Победителям и призерам соревнований вручили кубки, почетные грамоты и медали. Депутат городской думы Гаджи Аптулов дал положительную оценку проведенного праздника спорта. Я думаю, что все участники этого мероприятия, как я уже сказал, люди подготовленные. И они, конечно же, участвуют и в других мероприятиях. Я думаю, что те, кто приближали, скажем так, в первой пятерке, скорее всего, они представляют интересы нашего города и на других мероприятиях, уже на региональных и областных. В командном зачете бронза досталась команде тагильских полицейских. Серебро у нижнетагильской команды МЧС, а золото у отряда спецназа Урал.